Реальные пенсии в России сократились из-за роста цен на продукты. Впервые с 2016 года в России сократились пенсии. По данным Росстата, в феврале пенсионные выплаты номинально увеличились на 5,6% год к году, или на 835 рублей. Но в реальном выражении они упали на 0,1% из-за увеличения инфляции до 5,7%, которая и съела всю прибавку. С начала 2021 года реальная пенсия сократилась на 0,8%. Росстат представил последние данные за февраль о пенсиях россиян. Официальная статистика сообщает о росте номинальной пенсии в феврале до 15 762 рублей. За год пенсионные выплаты были проиндексированы на 5,6% или на 835 рублей. Однако в реальности весь рост пенсии пропал из-за инфляции, которая за тот же период составила 5,7%. В результате в феврале пенсии уменьшились на 0,1%, а по отношению к январю на 0,8%. То есть с начала года пенсии сократились почти на 1%. Но и это не самое страшное. Инфляция резко снизила покупательную способность пенсии россиян. К примеру, крупы за год подорожали на 21%. Если взять рост выплат на 5,6% и отнять его от роста цены на крупы, то получится, что они стали дороже для пенсионеров более чем на 15%. Если проделать то же самое с макаронами, то получим рост их стоимости на 7,7%. По отношению к мясу, к курице пенсии снизились на 7,4%. По отношению к подсолнечному маслу на 21%. К яйцам на 22%, а к овощам на 11%. Другими словами, продовольственная инфляция в среднем вдвое выше официальной и делает падение реальных пенсий гораздо больше. Правительство рапортовало об увеличении пенсий в России на 1,4% в 2020 году. Пенсионерам в пересчете на рубли добавили 230 рублей в месяц или 2760 рублей в год. Всего же с 2013 года пенсии выросли на 7200 рублей. По закону от 3 октября 2018 года пенсии должны быть проиндексированы на 6,3% в 2021 году. Но инфляция может снова откусить большую часть этого прироста. Слушайте и читайте «Капитал страны». Субтитры создавал DimaTorzok